Итак, что у нас получилось по итогу? По итогу, в общем, получилось, что есть определенная зависимость от музыкальных исполнителей и от жанров. В какие-то моменты было, конечно же, слышно, что класс D в лице FX502S Pro и чипа TPA3250, он такой с выраженной серединой, а также вот в классе D, практически у большинства аппаратов в классе D, главное, ребята, какое отличие от класса AB, который вы сразу слышите. Может, не каждый может это все понять, как описать, но суть такая, что в классе D нету вот такого вот базиса, основы низкочастотной, такой утробной, прям вот такой полновесной низкой, скажем, низа, да? Поэтому вы всегда это чувствуете, что жир убран. Вместо жира у нас такой вот сухенький, костлявый мужичок, скажем так, мы это всегда слышим, что по низу нету жира, да? Второй момент, который мы всегда слышим в классе A и AB, то, что класса AB в целом почти всегда звучит более мутно. Вот. И в чем класс D, он всегда звучит более четко. То есть там более прям вот точно все прорисовано. В этом плане, конечно, это круто, но, ребята, в чем суть? Когда у нас в классе AB есть вот это нижнее базисное утробное такое низкое какое-то вот чувство нижних регистров, да, которые вот качают мышцы вот эти. И плюс немножечко вот этой мути класса AB, это все сливается, и мы получаем цельную картинку живого звука. Когда звуки не оторваны в пространстве, а у них есть основа, от чего они произошли или какой звук в итоге они выдали, да, куда он ушел там, что распространилась эта волна. И вот это вот взаимодействие, оно воспринимается более естественно и более... Ну, скажем так, более приятно. Что касается класса D, то звуки более четкие, более хорошо прорисованные. Бас всегда практически идеален, да, он весь рисуется, но у него нет никаких вот этих вот паразитных подгуживаний каких-то. И вот этой вот подпитки, вот этой вот какой-то вот, ну, опять же, как повторюсь, утробной такой вот низкой составляющей, которая заставляет вот аж с придыханием все слушать, что вот этот вот массив накатывается на вас. Вот. Этого нет. Есть просто очень-очень четкий бас, есть очень четкие изображения инструментов, но между ними не происходит вот этой связки, потому что все очень четко, и там нету места фантазии, там нету места неточностям, и поэтому это все не сливается. То есть это все раздельное, но не слитное, и вы это слышите. И если в классе АБ, например, ну, немножко сиплый голос, допустим, он будет цельным, потому что и снизу его поддержка идет, и сверху, и немножечко это все размазалось так вот за счет не очень великолепной точности. И вот вы слушаете, но я напомню, мы говорим об очень высоком классе, поэтому здесь все очень круто звучит, просто вы не придумайте, но это, эти эффекты все равно происходят, это все слышно. Мы это воспринимаем более цельно, более натурально. В классе Д, во-первых, у нас нет вот этой нижней основы, как таковой. То есть некоторые говорят, нету низа. Нет, низ здесь есть. Здесь низ достаточно, кстати, глубокий, но он не разухабистый, он не аморфный, не расплышечный, очень-очень четкий, и он никуда не эродирует, никуда не распространяется. Он вот в этой точке сыграл, и все, от него нету последствий, понимаете? Если в этих аппаратах у нас есть последствия, то есть был низкий звук, и он туда, куда-то распространился, а какие-то инструменты с ним в синергию вошли и сплели свое какое-то полотно, какую-то поленку натянули свою, то здесь нет, здесь у нас есть один инструмент, здесь есть другой инструмент. И голос, он тоже лишен вот этих нюансов, потому что если вот вокалистка цыкнула или псыкнула, да, ну, сибиллианты произошли, то в классе АБ это все загладилось за счет меньшей точности, и плюс низкие частоты, плюс там сверху, и все это как-то, ну, более незаметно прошло. А вот в классе Д это все получается оторвано, и есть вот такой цык, и все, у него нет продолжения, и да, это есть минус. С другой стороны, это в одних жанрах мы слышим, в других же жанрах, ну, например, в металлических, металл или рок, может, блюз, где очень четкие гитарные риффы, очень четкая ударная секция, там наоборот, вы начинаете слышать, что в классе АБ, в хэви метал, стрэш метал особенно, вы слышите, что этот аппарат отыгрывает начинать лучше. Я приведу пример на, в плане, например, такого альбома, альбома группы с содом. Очень тяжелый, быстрый металл, да, и содом, когда мы слушаем его на АБ, на любом АБ, да, он, знаете, вы слушаете, он какой-то, ну, такой грохот стоит, и голос плоховато слышно, как-то мутновато, потому что он весь просто заглушается, и вы слушаете просто как вот с концерта такой, что-то такое, и четкости нет абсолютно. Вот, когда же мы этот же альбом включаем на вот этом аппарате в классе Д, то вообще картины преображаются. Оказывается, мы слышим идеально четко все гитарные тяжелые вот эти риффы, мы очень четко слышим установку, мы великолепно слышим, слышим тарелочки, то есть они там изумительно звучат, медь прям брыжет, и голос очень четкий. То есть если вот в классе АБ везде он размазанный, он где-то там потерялся среди вот этого вот хаоса, то класс Д все разкладывает по полочкам, вот, понимаете? Здесь как раз вот эта вот муть, которая присутствует в АБ классе, она вредит, потому что музыка очень быстрая, очень динамичная, еще и плюс еще компрессия используется, чтобы вот показать весь сок, чтобы показать вот эти вот панчовые моменты все, чтобы там прям ударная установка лупила, и вы каждый вот этот удар прям хлестки чувствовали, как там пощечина она буквально. Здесь все это есть, здесь это все замазывается. Поэтому, понимаете, вот так вот ощущения такие, смотря для какого жанра, для какого стиля получается. Ну что, класс Д отлично металл играет, в общем-то, я об этом еще лет 5-6 рассказывал, например, кстати, FX-Audio D802 аппарата, но он ниже уровнем, он там повердак полный, и там другая вообще система, там ЦАП не нужен и все такое, там, ну в общем, хороший чип, но он начальный, и этот, конечно, другого уровня аппарат. И получается не настолько все однозначно, в общем, друзья. То, что вот эти вот аппараты в большинстве композиций, ну опять же, зависит от того, какие жанры вы слушаете. Если вы слушаете джаз, то, с одной стороны, вот такой аппарат вам может за очень низкие деньги дать настоящую детализацию, очень хорошую микродинамику хорошую, ну вообще хороший аппарат, да, но будут какие-то не всегда естественные моменты, не будет вот такого грудного какого-то вокала, потому что, ну просто эта часть здесь выхолощена. И не только у этого аппарата, в принципе, у большинства аппаратов, которые я слушал, там выхолощены. Это не значит, что там низ неглубокий. Нет, низ может очень даже глубоко бить, но он не аморфный, он очень четкий. Есть удар, он очень точно локализован, если в классе АБ там или в классе А удар после него еще такая сфера распространяется, то здесь нет, здесь вот есть удар такого размера, есть удар такого размера, есть удар такого размера, все. И вот они никак между собой не сольются, они всегда будут вот отдельные для трэш-метал, хэви-метал, это очень круто, это прям супер. И здесь вот он даст фору другим аппаратам. Если же мы касаемся какого-то тонкого... Кстати, в классике тоже очень шикарно все получается, скрипки прям великолепные и так далее, экспрессия очень хорошо отыгрывает классику. А вот в джазе там у него так хорошо не получается. И здесь уже как бы для джаза, если нету ограничений по финансам, здесь, конечно же, лучше класс АБ или класс А. Здесь просто нет никаких сомнений. Поэтому все как-то вот еще приходится разделять. Но с другой стороны, опять же, друзья, мы говорим об очень дешевом классе Д. В принципе, он сам по себе недорогой, потому что, ну, тут особо нет компоненций. С другой стороны же, опять же, если мы говорим об аппаратах какого-то очень высокого уровня, даже в классе Д, они будут тоже недешевые, потому что там также оснастят антивибрационным шасси, там также оснастят огромными несколькими трансформаторами и так далее, и так далее. То есть, тут суть такая, что даже вот простой аппарат в классе Д, он на ТП-3250, он очень хорошо показывает музыку. И, друзья, это только начало. Я думаю, у класса Д все впереди. Так тоже думали еще 30 лет назад, что у класса Д еще все впереди прошло 30 лет, ничего не поменялось. Ну, это кажется на самом деле, потому что сейчас появились шикарнейшие вот чипы, которых тогда не было, которые значительно лучше звучат. Это вот ТП-3250, ТП-3251, ТП-3255. Есть платы на Ice Power, есть платы на Encore, на Hypix, да, и так далее. То есть, этот процесс идет. Есть варианты какого-то кастомного решения. Вот, например, у меня был аппарат на Интерсиле с 8-ю MOSFET-транзисторами, работающими в ключевом режиме, на очень высокой скорости, там, мегагерцы были. Ну, как бы, тоже я услышал. Ну, на мой взгляд, ему, как бы, были там определенные недостатки, но главный его недостаток был в том, что он стремился быть похожим на АБ. Как раз вот это те моменты, которые я... На записи были представлены фрагменты музыкальных произведений, которые проигрывались разными усилителями. Фрагменты, конечно же, одинаковые, поэтому вы могли услышать, как один и тот же фрагмент звучит на разных усилителях. Названия усилителей были сознательно скрыты, чтобы над вами не давлели понятия брендов и стоимости аппаратов, потому что преимущественно это очень дорогие аппараты. Например, Динон ПМА-1500АЕ. Ну, сам по себе он стоил дорого, но сегодня его преемник, ну, по сути, тот же самый аппарат, который только добавили ЦАП, называется 1600-й НЕ и предлагается в магазине за 170 тысяч рублей. В принципе, в любом магазине это стандартная цена. Аналогично в видео присутствовал Marantz PM8005, и тоже со встроенным ЦАПом, кстати. А сейчас эта модель с продажи ушла, хотя, может, в каких-то магазинах еще можно найти, но, в принципе, она ушла. И вместо нее сейчас продается модель PM8006. она продается за 150 тысяч рублей. Неколи скажет, но это же разные модели. Ну, ребята, извините, но особо там разного между ними немного. я могу судить по той же линейке Marantz 8000-й, которую я сейчас уже, получается, всю послушал. Там изменения просто мизерные и не всегда в лучшую сторону. То есть, по сути, это получается не очень принципиально, какой вы там купите из 8000-й серии. Все они хорошие. Так вот, то же самое происходит и с Denon. Поэтому, конечно же, можно сейчас меня упрекнуть, что сказать, ну, вот посмотри, вот, например, 8005-й продавался за эту цену. Ну, ребята, по сути, 8006-й это он же. И в современных реалиях, если бы 8006-й не вышел, а все еще был 8005-й, он бы стоил ровно те же 150 тысяч. Никакой разницы, это просто курса рубля и так далее. Никакой разницы на самом деле нет. Можно, в общем-то, совершенно уверенно сказать, что да, это такие реально сейчас цены на аппаратуру подобного класса, подобного звука. И, конечно же, там была вот эта темная лошадка FX502S Pro. В общем-то, почему это видео было? Потому что периодически выскакивает какой-то такой вот любитель аудио и такие вот реплики. Я даже что-то вот выписал. Сейчас зачитаю. Вот пользователь один пишет 502S невнятная бубнящая G. О чем тут вообще говорить? И вот таких вот моментов очень много. И человек вот даже не понимает, что на самом деле он не описал звучание этого усилителя, он описал звучание своей системы, которая вот как раз невнятная бубнящая G. потому что даже даже такой замечательный усилитель не способен через вот это все пробиться, потому что его просто ну рубят на взлете. Крылья ему отрывают ноги, отламывают и так далее. В общем, такая вот история. И таких много, как бы. Даже, вы знаете, вот в какие-то моменты даже иногда вот на хороший, когда микрофон записываешь, иногда говорят, у тебя звук свистит. Ну, логично, что свистит он не у меня. Хотя в разные годы, конечно, у меня были видео с очень плохим звуком, но что касается последних видео, они довольно неплохие. Вот видите, вообще идет запись на петличку. Поэтому чаще всего это вина тракта. Поэтому я, конечно, понимаю, что сделав качественную запись, а кстати, запись я сделал качественную, но очень похожую на то, как это все звучало. Кроме того, когда я монтировал, я в программе указывал, что звук сохранять в эфи, то есть он никак не пережимался и только в какой-то момент сам YouTube его, конечно же, пережал в свой формат, но это минимально. До этого он не подвергался никаким изменениям, поэтому там все очень даже как бы более-менее аутентично осталось. Поэтому тоже не аргумент. Ну вот, кстати, опять же, я объясняю, что когда вы слушаете, если у вас хороший тракт, вы примерно услышите то, что я пытался вам показать, как звучат другие компоненты, но не надо забывать, что вы все равно их слушаете через свои компоненты. Ну вот, один пользователь говорит, не согласен, любой компонент тракта, что любой компонент тракта опускает систему до своего уровня. если акустика и усилок хорошие, то будет прилично звучать из телефона. Понимаете, это не так. Это зависит от телефона. Есть телефоны хорошо звучащие, например, ко мне приходил тоже один любитель аудио и приносил специально свой телефон. Какой-то особая модель High Screen называлась, она была специально создана, чтобы классно играть звук. В ней был очень хороший ЦАП и все такое. И действительно, когда подключили, это был реально такой средний хороший Hi-Fi. Я даже удивился, честно говоря. Но вот это исключение, потому что большинство телефонов, которые я могу включить, там получается ужас и кошмар. Поэтому, конечно же, если такой источник, то хоть золотой усилитель поставили, колонки, но ничто это не изменит. если изначально не было качества, качества не будет. Ну и вот еще там один человек, пользователь пишет, сколько Алик заплатил. Вот. Ну, на самом деле, это вот такое тоже, ребята, это хамство, это чистая вода хамство. И, знаете, честно говоря, мне уже это надоело, поэтому вот за такое хамство я просто буду банить. Поэтому, если вы подумайте своей головой, прежде что-то говорить, если вы хотите оскорбить, если вы хотите, вот какую-то гадость сказать, лучше не надо, просто вы лишитесь доступа к этому каналу и все. Мне хочется, чтобы у меня были любители аудио, которым просто эта тема интересна, без вот этих инсинуаций разных. Итак, друзья, значит, переходим к финальной части, которую все ждали, конечно же. Кто же скрывался под какими номерами? Значит, как сейчас будет происходить ответ? Во-первых, я сейчас посмотрю все ваши варианты и расскажу, постараюсь каждому рассказать, что в итоге, где он отгадал, где не отгадал. а сразу я скажу, что даже по теории вероятности можно было, наверное, ничего не зная, попасть лучше пальцем. Также все практически поголовное количество людей отметили замечательный звук второй композиции и что же там за такой прекрасный усилитель, великолепный, с очень богатым звучанием скрывается, об этом мы тоже с вами поговорим. Но когда мы закончим обсуждать ваши варианты, я расскажу в общем-то по порядку, какой усилитель был под каким номером, к этому времени вы уже частично это будете знать, но я вам еще расскажу, в чем там заключается различие, отличие, как это можно было услышать, в чем там разница и так далее. Возможно вам это будет интересно. Ну друзья, в общем начинаем. Владимир Константинович говорит первый FX, второй Marantz. По композициям, да, первый FX, второй Marantz. Значит я спросил почему такой вот вариант, но сам в общем-то человек, который отметился, он не ответил, видно, не увидел, зато ответил Александр Замовков, он говорит, что первый все говорят, что FX потому что он цыкает наверхах как 502 и так друзья, в общем-то ответ был такой, что первый Владимир Константинович считает, что первый это FX, а второй это был Marantz, ну безуточненькая модель, в принципе они все восьмитысячной серии, это топовая модель в Marantz, окей, так ли это? Нет, все неверно абсолютно, да, первый не FX и второй не Marantz, первым у нас как раз является Denon PMA1500AE, роскошный аппарат, я решил сразу начать с аппарата довольно дорогого, два трансформатора, платы разнесены, то есть звук на самом деле очень хороший, и в данном случае мы прослушивали композицию Пикник, у Шамана три руки, она замечательно записана, она очень богато записана, но вот вторую позицию Владимир Константинович посчитал, что это у нас Marantz, но нет, это был не Marantz, а вот Сергей Берников говорит, что номер два это FX Audio FX 502 S Pro и вторая композиция подавляющим большинством отвечающих была отмечена как самое лучшее звучание этих композиций, вот Сергей Берников считает, что номер два это FX Audio 502 S Pro ребята, как вы считаете, так ли это, давайте посмотрим еще ответы, значит дальше вот Андрей Борджи у нас оценивает как это звучало и он рассказывает, что первая композиция стеклянный звук холодный мне понравился, второй приятный и детальный вообще ничего так, третий глуховато звучит, ну давайте сейчас остановимся на первых двух, и так ребята, раскрываю я позицию первый стеклянный звук холодный посчитал Андрей Борджи на самом деле это достаточно аудиофильный очень крутой аппарат это дорогой аппарат и классно звучащий это Denon PMA 1500 AE то есть современный грубо говоря 1600 NE вам будет играть примерно так же при условии что вы его подключите не встроенным в него цапом а так как у меня подключен очень-очень крутым CD проигрывателем который дает потрясающее качество звучания и опять же вот вторую позицию отмечают как что-то потрясающее приятный и детальный вообще ничего так ребята да Сергей Верников был прав это FX Audio FX502 Pro то есть этот аппарат который сравнивался с аппаратами за 150 170 тысяч рублей я не стал указывать какая-то модель и ребята и вы отмечаете что он лучше звучит вот в этой композиции чем другие очень дорогие претенденты вы понимаете дальше третья позиция глуховато звучит только один вокал самой музыки нет третья у нас это опять 502 и смотрите с одной стороны его называют приятный и детальный а потом говорят что глуховато звучит на другой уже композиции хотя там же другие усилители играют эту же композицию четвертая тут вокал уже ровнее лучше чем под номером 3 а это опять динон 1500 ае то есть видите какая ситуация дальше идем пятая какой-то простоватый звук грязный пятая это у нас динон 1500 ае шестой уже лучше чем под номером 5 чуть чище звучит шестой лучше чем под номером 5 чуть чище звучит это друзья это у нас fx audio fx 502 с про дальше идем это у нас отвечает андрей божий седьмое так и не определился много искажений седьмое это шикарнейший маран с pm 8005 стоимостью 150 тысяч рублей друзья восьмой у нас по такой музыке не понял ну тогда не будем в общем раскрывать пока карты так дальше борис ром нам пишет номер один это fx я слышу цокут высоких так у меня d играет нет борис это шикарнейший динон поэма 1500 ае и кстати он не цикает у вас явно с системой есть такие нюансы я вот говорил что каждый слышит все таки несмотря на то что я постарался все записать как должно быть но не не очень хорошие системы вносят свои коррективы кто-то слышит стекло кто-то слышит циканье которого конечно же там нету но есть такой момент но некоторых людей как бы тракт очень хороший и они слышат как положено я здесь замедлил одного человека который просто идеально отметил ну ошибся в одном моменте но честно говоря ну я бы не ошибся в этом моменте я может быть в другом каком-то моменте ошибся но к этому мы подойдем ну он прям вообще очень классно круто слышит он слышит как вот все есть молодец сейчас до него еще дойдем александр citizen x говорит а в конце это содом содом что за трек да это содом третья песня но вот альбом я не помню как называется я как-нибудь могу просто показать какие у меня есть концерты содом у меня всего два диска ну кстати оба нравятся герман гис пишет два не знаю что это значит что он под этим подразумевает так евгений милман тяжко так определить ну евгений я согласен ну как бы это же не не труд это если вам интересно ну это же вот просто занятие если вот вам это интересно то можно послушать а если это конечно что-то тяжелое то ну ну это в конце концов это же не соревнование это просто как бы ну сказали как услышали ничего в этом страшного нету и так евгений считает что первое у нас опять же я напоминаю песню пикник у шамана три руки да это у нас считает что первая песня у нас это fx audio fx 502 s pro так считать евгений второе что это динон третье что это маранс модели он не может различить на самом деле между моделями у маранса там есть разница и различить их можно но не все можно 8001 8003 например различить 8005 8001 и между ними есть разница а так 3 и 5 я бы сам скорее всего не смог различить потому что они почти одно и то же так и еще много комментариев так ну ладно возвращаемся в общем евгений неправильно первый не fx это первый это динон третье вы считаете маранс но нет третье это опять fx audio 502 s pro так вася рог говорит просто вангуй что 90% тупо ошиблись да вася ты прав 90% наверное тупо ошиблись есть такой момент ребята это все сделано для того чтобы просто у вас что-то щелкнуло и вы поняли что ну бывают чудеса бывают какие-то интересные моменты нельзя все отвергать понимаете если вы считаете не послушав что-то какое-то мнение имеете это не мнение мнение когда вы послушали услышали и в хорошем тракте в хорошей системе лишенной недостатков референсных прозрачных и тогда это мнение потому что вот смотрите вот у меня прибежал как бы кто там пользователь говорит 502 бубнящий что-то там глухой бубнящий да вот хотя большинство отметили второй композиции как одну из прекрасных по звучанию это как раз fx audio 502 s pro но сразу кто прослушал я заменил там операционные усилители музис на музис 8920 вот по всем признакам оригинальный но даже стоковый он очень хороший он чуть-чуть меньше детализации и чуть-чуть менее богатый но тоже хороший в смысле если бы на него там не было бы пропасти но просто этот еще роскошнее подает именно вот богатство текстуры второй песни вы видите вот это прям такой вот бархат вот это богатство вот этот сок как будто я не знаю там текстура бесконечная вокал вообще все прекрасное абсолютно так дальше мы продолжаем Александр Зябликов говорит первый лучше второго точно а первый это динон 1500 а второй это у нас fx502 s pro четвертый лучше третьего давайте посмотрим 1500 ну то есть вот Александр Зябликов он отчетливо услышал класс а б и класс д то есть он в обоих вот в этих четырех случаях он различил где у нас класс а b и где у нас класс d то есть он точно отметил где 502 ну просто он как бы не стал уточнять он просто сказал что один лучше другого но вот различие было в этом на самом деле между ними глобальное различие более низкой поддержки более телесной поддержки нижнего регистра у класса b у динона 1500 четкость звука всегда на стороне класса d получается вот выигрывает так дальше едем конечно тест такой надо выкладывать на флагах ребята да у меня есть это все во флагах даже по-моему в эйфах просто я писал не во флагах но чтобы самому не ошибиться я перед началом записи называл название аппарата поэтому я не стал выкладывать отдельно но поверьте там все слышно на ютубе единственный момент когда вы слушаете на ютубе всегда выставляете качество видео максимальное по разрешению то есть там full hd ставьте full hd дело в том что чем выше вы ставите разрешение картинки на самом деле вы больше битрейт ставите и просто тогда в полном качестве выдается максимальное качество если вы картиночку хуже 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 выбираете то звук тоже хуже 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 становится ну просто плохой а вот и тем более если вы решили с телефона послушать где-то идете по улице там вообще может плохо ловить и вам просто сам ютуб он будет показывать картинку в минимальном качестве и звук будет самый самый плохой который там вообще не такой поэтому выставляем максимальное качество изображения и будет лучший самый звук это прям слышно это заметно так Михаил Цертик говорит что на пуколках fx audio по мне это второй девятый двенадцатый трек давайте проверим второй правильно девятый неправильно девятый это у нас динон 1500 ае и двенадцатый трек двенадцатый трек правильно да два попадания из трех вот но это опять же ребята у кого есть fx audio 502 они его слышат тут есть такая вещь вот в основном все кто легко отличили 502 они скорее всего являются обладателями этого аппарата у кого его нет конечно им сложно потому что они вот такие какие-то мелкие нюансы они не могут уловить так у нас Александр Зябликов продолжает в духе что хуже чего 7 точно хуже пятого давайте проверим но он считает что маранц 8500 хуже чем динон 1500 я бы так не сказал они очень близкого уровня на самом деле у маранца у него более густой низ это прям явно слышно он и у 8005 более богатая текстура на щипковых инструментах там это тоже опять же слышно но низ более разрухабистый более такой гулкий девять лучше восьмого но это опять из той же истории это больше александру понравился динон пма 1500 шикарный аппарат реально очень крутой в своем уровне он очень хорош не случайно его преемник 1600 не занимает пальму первенства он один самых продаваемых по количеству продаж усилителей в японии ну там первое место занимает на втором месте идет 2500 и на третьем там уже более дорогие аппараты вот 1600 просто как пирожки разлетается по крайней мере я смотрел статистику 20 или 21 года не помню у меня на сайте есть такой вот обзор можно почитать так и так у Александра считается что у него лидеры это один давайте поглядим это 1500 4 это 1500 5 это 1500 6 это 502 10 это 8001 маранс 12 это 502 14 это 1500 16 это 502 то есть Александр вам очень больше всего понравилось динон динон 1500 и fx audio и fx 502 s pro так дальше ребята едем феди денисюк 351 351 3515 усилитель выкинуть сразу в помойку звук пластмассовый давайте посмотрим 1 это 1500 динон роскошный 3 это 502 5 это у нас 1500 и 15 это у нас 1500 а все остальные треки он считает что это так еще минуточку ну все остальные треки это типа маранс но нет это совершенно неверно и звук пластмассовый феди денисёк у тебя в тракте к сожалению конечно же даже в том в чем-то прослушив я не знаю наушники или как ты это включал вот подумай что там у тебя не так так майкл фронт номер 2 остальное не смысл сравнивать глухой столкнуть номер 2 не понял номер 2 понравилось или что номер 2 это fx audio fx 502 s pro нейрончик считает что первый это fx неверно первый это 502 второй считает что динон неверно это 502 и третий он считает маранц нет третий это 502 опять 5 усилков слишком много для теста ну была возможность в общем-то зачем отказываться вот сергей а и или а л не могу большая буква это и или л понять в общем в общем он он рассказывает что 2 понравился больше чем 1 да это 502 s pro fx audio 502 s pro понравился ему больше чем динон pma 1500 ребята я вот просто напомню тот нюанс что когда я вел речь про 502 вот обратите внимание на старое видео я всегда вам говорил что как бы он звучит ну по крайней мере не хуже аппарата за 40 тысяч рублей речь не велась про аппараты за 170 или за 150 тысяч рублей понимаете я очень осторожно подхожу к оценкам если я сказал что он столько стоит то ну по звуку да то наверное имеет смысл прислушаться и посмотреть вот вместо вы видели да там начинает рассказывать али кому что там платят и так далее ну вот вот реальный тест реальной записи я даю послушать вы слышите все эти аппараты сами и вы выбираете во многих случаях как лучше и фэкс 502 даже не понимает что он стоит ну пусть с этими ау он в себестоимости выходит 7 тысяч рублей вам а этот например 150 или 170 только не надо это интерполировать что вы сейчас пойдете купите любой аппарат за 5 тысяч и он все нет это исключение это удивительный уникальный аппарат просто исключение таких ну почти не бывает я знаю на пальцах посчитать там вот этот вот 502 3 аудио ну еще там некоторые например смс ля 6 на айс павере в принципе и все вот это а дальше там уже копание как бы в горах не очень хороших аппаратов вот но отвлеклись значит первый ровный но кайфа немного но он есть ну он на самом деле нежный приятный такой второй кайфа больше он выразительней возможно маранса нет это fx audio и fx 502 из пруда он очень богатый звук такой вот прям такой прям икра икристая икра 4 больше чем 3 больше чем 3 больше понравился но 4 это 1500 а 3 это 502 и 4 очень хорошо зашел кайфовый звук высокая вовлеченность это вот про 1 пма 1500 здесь видите еще вот от жанров очень сильно зависит от того что мы прослушиваем от манеры музыки поэтому какой-то в одном жанре заходит больше какой-то вот кажется больше заходит другом слушателю у6 больше вч чем у5 6 это 502 а 5 это динон поймает еще 500 ну это возможно ощущение от того что я как уже говорил это нижний регистр он менее телесный у 502 нежели у динона и тем более у маранс маранс он вообще самый такой в этом плане густой так дальше 7 равней тональный баланс чем 6 больше понравился то есть маранс pm8 тысяч пятый чем fx 502 s pro здесь понятно здесь вот идет предпочтение в общем-то чем телеснее вот я вижу сергея тем нравится больше восемь музыку ужасно для понимания оценить невозможно восемь музыку ужасно по-моему это был этот ело восьмой восьмой но это я сейчас не помню но сама надо она такая не выгонца вам музыка она вроде песня классная но не в этом альбоме я в этом альбоме и какой-то ремикс он не очень выразительный 9 чуть больше цыкает это динон пойма 1500 а я прям вот честно говоря что там что-то цыкает я такого не заметил так 10 бас похож на класса b ну все правильно да это маранц 6 тысяч 8 тысяч 1 то есть тут были только восьмерки маранцы только восьмой серии были если я вдруг ошибусь просто имейте ввиду что маранцы все восьмерки 8 тысяч 1 так ну предполагается что 10 это маранц 5 какой-нибудь ну да это 8 тысяч 5 все правильно это маранц 8 тысяч 5 да здесь попадание есть одиннадцатая бас фактурный классный объемный но не очень супер четкий это маранц 8000 3 двенадцатая лучший и самый четкий и рубящий бас это 502 это fx audi fx 502 s pro выразительный напористый сэчевый чезвук яркий эффективный по двау но такой может быстро утомить но классом самый высокий и детальный также кандидат на д-класс или просто громкости не выше отрывающим нет громкости я старался прям вот подогнать более-менее чтобы сразу было ну что-то абсолютно одинаковое а вот нет он просто да он такой так вот в этой композиции он может себя проявить то есть какие-то аппараты в одних композициях лучше проявляться какие-то в других лучше проявляет 13 по подаче а бы чуть смазана по сэчево че чуть смазан по сэчево че наоборот очень детально подача тухлая а это fx аудио fx 502 s pro дальше идем 14 похож на класс d ровный тон баланс объемненько уютненько очень тоненько скорость отличный передает реалистично однозначно лучше чем предыдущий а 14 вот которые похвалили это один он пойма 1500 а я динам пойма 1500 а я пятнадцатая ужас кашу не дает свалить с угову ас а так на грани в звуке энергетика что только и обязана присутствовать от энергетика отсутствует унылая нища извините за выражение класса бы очень слабенький для рока его бы просто разорвал любой концертник пристойный а это у нас динам пойма 1500 а я 16 уже получше чем 15 прилично получше видно что потоку отдачи этот пусть по вооружении тоже кандидат на д-класс нормального рука усилкаем его как до луны 16 это fx аудио fx 502 s pro относительно по вооружению там блок питания типа ноутбучного штатный я не ставил никакого особенного блока питания так что еще дальше идем сергей ларик класс d это 23 он считает класс d да да ну отлично а вот 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 этот человек который прям вот почти стопроцентное попадание маранц это пятерочка нет пятерочка это динам пойма 1500 а я принципе он похож на маранц но маранц по низу более глубокий поэтому поэтому нет это динам пойма 1500 а я и динам он считает что это 141 это динам 1500 и 4 это динам тысячи тысячи пятьсот и да вот сергей ларик абсолютно точно все определил но чуть-чуть он ошибся с маранцем динам это был но как бы как он мог это услышать по передаче более глубокой на маранце бы было более немножко морфно но более богатым тембрально да он бы эту заметил ну ладно это даже не ошибка это тем более я понимаю что эту позицию с нам вообще не знакомые прям вот супер вот супер ответ сергей ларик ну человек слышит слышит все как есть так дальше ну олег фролов считает что 2 звучит однозначно лучше чем 1 но он считает что fx audio fx 502s pro который в ретели там с блоком питания 4 или 5 тысяч рублей однозначно звучит лучше чем динам пойма 1500 и айе в его современной реинкарнации который стоит 170 тысяч рублей и вы знаете я не буду как бы как-то что возражать потому что у нас есть звук мы это все слышим да вторая композиция действительно звучит богаче чем первое вот в данной песне мы слышим преимущество да в других каких-то композициях наоборот могут другие вот тот же динам 1500 или маранцы какие-то там они будут и богаче и вокал будет естественные и ощущение может пространство будет лучше и так далее да но в данном случае вот конкретные композиции абсолютно согласен вторая композиция звучит лучше чем первое так первое джим кролу кроузби считает что 1 это 502 но нет это один он считает что маранс но нет это один это как раз fx аудио а почему он считает что 2 это маранс близок подключение но не упрощает звук нет номер два это как раз fx аудио fx 502s pro 3 это динам мягкость мосфеты нет это fx аудио fx 502s pro четвертый это он считает что 502 нет это динам 1500 пятый он считает что маранс нет это 1500 шестой он считает что это 800 как 502 нет ада 6 вот он 6 он попадает ну даже по теории вероятности можно было попасть да 6 это 502 да 6 это 502 седьмой это динон он считает потому что мосфеты но вообще динон он не особо мосфеты он ухмос он там биполяр плюс мосфеты поэтому там звук мосфета вообще не выражен как таковой нет седьмой это у нас маранс 8005 8 он считает это динон нет это маранс опять же 8005 9 он считает что это маранс но нет это один он 1500 а я 10 что это маранс да это маранс но 8001 11 он считает что это fx 502s pro но нет это маранс 8003 двенадцатый он считает что это маранс но это fx аудио fx 502s pro 13 он считает маранс но это 502 fx pro 14 считает что это 502 но это динон 1500 ае 15 считает что это динон и это действительно динон 1500 и 16 считает что 502s pro да 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 здесь попадание 502s pro 16 все верно так но дальше идем артем иванов 2 2 3 6 номер лучше играет на мой слух 2 это 502 3 это 502 6 это 502 артем но это прям твой выбор как бы тебе вот ну зашел бы именно fx аудио 502s pro и 2 3 6 это вот fx ауди fx 502s pro модель так вот он звучит номер 2 очень достойно пишет моториста андрей андрей это fx аудио fx 502s pro играет альбом пикник и песня ушаман три руки песня кстати вообще весь альбом потрясающе записанного очень аудиофильные если у вас нет такого советую очень круто звучит другие альбомы не настолько крутые это прямо совсем великолепно лев харченко пишет по моему мнению 3 и 8 это fx 3 это fx до 8 а 8 это маранс pm 8005 очень дорогой аппарат это не fx 4 и 10 это динон нет 4 это действительно динон pma 1500 а и а 10 это у нас маранс pm 8001 и он отличается под звук от 8003 и 8005 так и 11 уже слишком 11 уже он не понял да так ну ладно дальше лена леночка пишет номер один это fx аудио а понравился номер 3 это понравился fx аудио fx 502s pro так дальше идем и хотелось бы отрывки покороче но я специально понимаете хотел показать чтобы не потому что в начале например отрывок там ну будет долго начинаться не будет развития поэтому я показал начало развитие экстремум какой-то вот звуковой чтобы там была экспрессия и на этом останавливал поэтому и так песня не не полная проигрывается мне понравился пишет виталий пока 3 5 9 давайте посмотрим что понравилось виталия ему понравился 502 ему понравился тысячи пятьсот ему понравился 1500 ему понравился 502 ему понравился 502 причем вот получается что ему 502 в большем количестве раз понравился, чем 1500 в начале было непонятно Влад Пасаков пишет когда заиграл Ело, все стало ясно мне кстати песня Ело качество записи вот этого ремикса елошного он мне тоже не очень понравился ясно, что 12 на фоне 11 было явно не понял я 12 на фоне 11 ну 12 502 ну наверное вот он имел ввиду это, я не понял Игорь Рок пишет, похоже во всех уделов ребят, то-то дело было не в том, что кто уделал вообще не в этом цели, цель в том чтобы вот меньше снобизма меньше фуканий вот этих вот фу это какое-то не поймешь что если не было реально прослушивания вот в этом вопрос ребята ну то есть цель в том, чтобы не знаешь аппарат но есть хорошее просто послушай но некоторые считают если он дешевый то я даже слушать не буду ну это же как это ну глупо как-то честно говоря вот то есть опять же 502 не такой там прекрасный просто он очень дешевый и дает порой звук очень высокого класса вне своей цены вот и все это не значит что он какой-то там бескомпромиссный все рвет очень много композиций которые было в 100 раз лучше слушать ну там на Амарансе или там на Диноне и так далее но были такие в которых FX просто отрывался это прям его стезя была вот металл он шикарно отыграл пикник замечательно отыграл ну то есть можно сказать что так как он класс D он классно будет играть металл блюз русский рок это все будет замечательно звучать а вот джаз я бы вот больше бы сориентировался на классический АБ класс и так далее возможно Pink Floyd тоже будет очень хорошо звучит классика на классе D тоже очень хорошо звучит все треки звучат плохо но отмечу худший худший это у нас это пишет Алексей Береснев это у нас он называет худшим 1 3 6 12 13 16 в общем он отмечает что ему не понравился Denon 1500 AE не понравился 502 FX Audio не понравился опять 502 не понравился 502 не понравился 502 не понравился ну в основном Александру не понравился 502 502 ну такое тоже бывает как бы опять же да какие-то моменты 502 оторвался во второй композиции и очень круто он сыграл 16 композиции но вот ну здесь видно Александр наверное не люль просто металл ну было явно видно что 16 композиция звучит лучше в том плане что на предыдущей 15 позиции там плохо слышно в принципе что происходит там плохо слышно вокал там плохо слышно разделение инструментов там просто какой-то гул ну не гул а какой-то бедлам творится какое-то концертное какое-то выступление ничего не поймешь грохот что откуда кастрюля прилетела по голове даже не понял а на 16 композиции это же песня Содома в исполнении фикс-аудио там и голос и слова там хоть там текст переписывай все слышно вот но он отчетливо отличил класс Д почти всегда кроме одной позиции но такой тоже возможно ошибки кроме ну АТ АВ то есть хороший результат Владимир М 2 3 6 9 не понравились 502 502 и 1500 не понравились 1 4 7 10 норм 1 опять 1500 который не понравился теперь понравился 4500 теперь понравился он 7 это Маранс 8000 5 и 10 это 8000 1 Маранс перекос кстати вот намаранцев у вас вам явно намаранцы больше понравились кстати аппараты хорошие конечно кто так делает сравнение на разных отрывках ну вообще-то отрывки одни и те же усилители разные просто идет отрывки один тот же отрывок проигрывает с разными усилителями а потом другой отрывок разными усилителями так вот виктор давыдов пишет думаю что класс D это треки второй точно четвертый нет это 1500 и пятый нет это 1500 и девятый нет это 1500 и десятый это маранс 800 первых двенадцатый это 500 второй да вот отгадали наконец и шестнадцатый это у нас ну да 502 так ну ребята вы понимаете да что очень много людей у всех есть свой опыт но даже вот какой бы опыт не был и когда штука не важно сколько стоит если вам не показывать ценник и она звучит хорошо вы говорите звучит хорошо когда вам начинаете вот там какая-то штука за 5000 там да вы вот это начинаете как там мне написали да какое-то г там бубнящее г да но вот вот результаты реального прослушивания не зная что где играет вот это статистика а в магазинах как-то по-другому покупают тут выборка большая людей приходят послушали и оценивают а к 3 и 5 претензий нет это у нас 502 и 1500 и 9500 и аппараты ну как бы вообще диаметрально противоположны но понравились звук нравится вот поэтому у меня кстати вот и есть 502 дома он куш не просит лежит и как бы не мешает ну особо конечно дотошно сейчас скажут он там у тебя на авито ребят у меня их два у меня два у меня есть черненький и беленький и вы знаете есть такой вот эффект интересный у 502 мне больше нравится 502 и когда блестящий серебряный и когда смотришь на вот этот серебряный фронт остатка он сам черный но фронт серебряный и кажется что он вкуснее нежнее играет чем когда включаешь черный и вот этот цвет черный и серебряный так влияет на психоакустику что они начинают по-другому немножко восприниматься как бы тоже стоит это учитывать поэтому лично для себя я делаю например внимание на серебряный мне во-первых он внешне больше нравится ну и сразу начинает казаться что так как он такой сияющий серебряный то он и звучит как бы лучше да вот это безотносительно того что тебе может показалось как все хорошо нет они и тот и другое замечательно звучат и вы сами можете все послушать а учитывая что большинство вообще не отгадали где 502 если бы была такая колоссальная разница конечно сразу все сказали ой да вот это 502 но здесь пока мы видим что вот пальцем в небо и изредка попадаем прям вот такой такого стопроцентного попадания почти не было кроме одного человека только один человек прям вот круто попал но он не отвечал по всем позициям поэтому может быть дальше было бы какое-то расхождение в общем он тактично умело срулил как бы в неожиданный момент так дальше идем в некоторых треках еще менялись ау нет нет ничего не менялось 502 идет сразу с заранее установленными музисами 8920 в общем поэтому он-то и дает настолько богатый звук поэтому ну с другой стороны этот апгрейд недорогой да он с доставкой там 2000 выходит если вы сами его поставите там разберете и так далее но мне лично это конечно дороже обошлось потому что мне еще пришлось покупать вот такой набор отверток чтобы вообще этот 502 развернуть ну раскрутить там очень такие специфические у него крепления поэтому обошлось это все кажется что все так просто ничего простого не бывает я съездил нашел обошел там полгорода купил и так далее это все не просто это время это затраты это труд кто не ценит чужой труд конечно он думает что только его труд является трудом так дальше Сергей Хилько говорит к 3 к 3 и 5 претензий нет надеюсь я 502 по-моему я это уже отвечал да потому что это 502 1500 а 1 и 8 худшие 1 от 1 он опять же 1500 который только что похвалили а 8 это Маран с ПМ 8005 роскошный аппарат не понравился бывает но опять же еще и зависит на чем слушали в своей среде вот в своем тракте 10 играет полковник в первую очередь говорит что 10 композиция играет 502 нет 10 композицию играет Маран с ПМ 8001 топ вы аппарат не это самый верхний бытовой линейки вот этой обычной хайфайной дальше там идут премиальные модельки там 17 ну 19 17 15 13 11 меня заинтересовали треки 15 и 16 говорит FTL VPN учитывая что Александр говорил что класс D хорошо справляет с тяж музыкой делаю ставку на то что номер 16 500 2 про совершенно верно правильно я же не просто говорю если меня слушать то все будет понятно и можно прекрасно уже это все определять да 16 500 2 про на моем тракте слышится лучше разборчивость 15 тракт 15 трек мягче совершенно верно все совершенно точно 16 это 502 а 15 это DINOM PMA 1500 AE так дальше по мне вот Сергей Сирота пишет что по мне FX Audio это 2 6 9 или 12 давайте проверим 2 это 502 верно 6 это 502 9 это 1500 вот кстати очень многие ошиблись на 9 треке считают что это 502 а это DINOM PMA 500 и 12 трек это 502 да вот Сергей вы 502 почти отгадали кроме одного случая и я предположу что у вас такой аппарат наверное есть потому что люди которые его когда-то слушали они в принципе всегда его так вот более легко отмечают вот но здесь вы понимаете суть была не в том что прям 502 вычленить а просто показать ну вот разные аппараты и даже в таких вот ситуациях сложно определить понимаете номера 247 11 и пожалуй 12 юзер youtube пишет не знаю что это значит предпочтительнее но что-то есть и в 9 а предпочтительно я понял 247 11 предпочтительно 2 это 502 4500 7 это маранс 8005 и 11 это у нас 8003 маранс но что-то есть и в 9 это 1500 и в 14 16 это у нас 1500 и 502 fxs pro думаю под номерами 1 11 15 как раз и есть класс d нет это говорит у нас юрий белоусов нет как раз под этими номерами у нас чистый класс ab 1 это dinon pma 1500 ae шикарнейший с двумя трансами 11 это у нас маранс pm 8003 топовый прекраснейший и 15 это у нас dinon pma 1500 ae a5 так что нет 100% не попадание 2 8 кажется fx говорит Эдуард Буркин 2 это у нас 502 да и 8 он считает но нет 8 это маранс pm 8005 что это не класс 502 можно по более как-то более низкочастотной составляющей услышать ну и по другим каким-то признакам в общем об этом я расскажу в заключительной заключительной части когда почему-то покажу какие различия там между этими композициями учитывая что сейчас это видео так очень сильно разрослось поэтому я конечно сейчас дочитаю и его остановлю но я не хочу кого-то без ответа оставить поэтому пока двигаемся Дмитрий Мирошниченко fx 502 is pro это 5 10 14 номера нет 5 номер это 1500 дином 10 номер это маранс pm 8001 и 14 номер это динон 1500 ае то есть 100% непопадание то что вы считали классом д вы не попали это класс а б к 502 это не имело отношения так руслан султанов я как понимаю он считает что 7 10 12 15 а 7 10 12 15 это типа вот так а 7 это fx но типа блеванул так вот ребята 7 это у нас маранс pm 8005 шикарнейши топовой а не fx а вот те которые понравились композиции это давайте проверим 7 это 8005 маранс от которого как раз руслан блеванул блеванул в другой композиции да вот потом 10 это у нас 8001 маранс 12 это 502 fx audio s pro он вот считает вот и 15 это 1500 и динон дальше идем где звук более открытый и богатый на детали там 502 ну сергей бы пишет но я бы сказал более четкий да менее замазанный да предлагаю что нечеткие композиции проиграны 502 кроме 11 а нечетные нет вообще как бы я так не располагал нет там как по-всякому в общем это как мне было удобнее коммутировать какой аппарат в какой последствии я так вот прям по очереди записывал я даже не определял где что поэтому нет это правило там не сработает ну например вот второй и третий это 500 второй и третий номер это 502 в обоих случаях например или 4-5 это 1500 в обоих случаях потом идет разнобой где-то они один за другим и так далее нет тут нет такой логики понравился номер 2 и 7 пишет адвен 2 это 502 мне тоже понравилось как он звучит да и 7 это маран с пм 8005 номер 4 гармоники очень залипательные но суховатые номер 4 номер 4 это динон пм 1500 ае до 7 послушал дальше буду слушать старый забуду ну возможно я конечно с количеством немножко перестарался ну лучше больше чем меньше да лучше переиграть чем не доиграть да или лучше не доиграть чем переиграть а потом Александр пишет выяснилось что са 1 бонусом был нет Александр са тут не было и зачем избивать младенцев ладно возможно 12 я ушки переключили нет ничего я не переключал так дальше едем игорь гаврилюк хоть бы сказал что с линейного выхода писал 1 2 3 4 трек это то есть писал 1 и 2 это один усилитель нет неправильно это разные усилители это 9500 айе и 2spro 3 4 он считает одинаково усилитель нет это как раз опять 502 и 1500 ну то есть говорит что тракт недостаточно хороший то есть даже вот не слышно а на этом тракте где прослушивалось различий хотя вот там разница на самом деле между ними довольно ощутимая особенно между 1 и 2 просто капец какая разница сразу слышно что это вообще другие разные уровни даже вот детализация разная 34 тоже 502 нет неправильно давайте я просто 8 мой трек со стороны неправильно это маранс 8005 1011 хороший полный звук это маранс 8001 и маранс 8003 12 12 опять эта цифра да это в fx audi fx 502spro здесь отгадали 13 14 очень хорошо это вот смотрите вот вы говорите что 12 это опять цифра тогда но я так понимаю с негативным оценкам и тут же под номером 13 эту самую цифру хвалите это fx audi 502spro а 14 это dinon 1500 и айе и 15 16 тоже хорошо то есть аналоговый усилитель ну конечно же нет но 16 явно слышно что это не аналоговый усилитель что он более четкий и он вот эту концертную запись на другой уровень вывел практически по ощущениям как будто концертная она конечно не концертная так записано вот там можно было в общем то понять что в обе сложно так четко все разложить настолько четко в такой записи но нет ладно семь тоже отменный звук ну то есть понравилось семь это маран с прям 8005 а ну и дальше не понял что там алексей зачем по два раза пишешь одно и то же не хорошо ну как минимум я не алексей и вообще ничего не пишу так дальше александр вы после однократного прослушивания с медведем предположим что 502 это 4 8 и 15 ну уже вижу что не неправильно 4 это 1500 динон 8 это маран с 8 тысяч пятый и 15 это динон 1500 а ем то есть нет вы не отгадали ну кстати это тоже результат когда не отгадывают аппараты с такими космическими разными ценами причем в качественной записи записан на стерео рекордер расстояние до колонок я сделал я их поставил рядом между ними было там сантиметров пять может между этим колонками и где-то в метре от этих колонок я на штатив поставил стерео рекордер zoom h1 поэтому там особо влияние комната не было ничего не было и звуковое поле сразу в него приходило расположил я динамик примерно на высоте ну что-то между сэче и вэче ну вот как-то так оттата жк е fx это 1 3 5 10 13 16 ну в основном вижу что-то правильно что-то неправильно значит еще раз один это не айфы ну а тата считает что fx 502 из про вот этот класс д да это 1 3 5 10 13 16 не 1 неправильно это динам 1500 а е 3 это 502 да отгадали 5 это 1500 а е не отгадали 10 это амаранцы 8001 не отгадали 13 это 502 отгадали 16 да это 502 ну то есть тут вот в ряде тестов да в принципе отметили 502 остальные конечно получились пальцем в небо но остальные вообще по мне определялись опять же может быть знакомство со вторым уже есть сергей иванов пишет слушать не хватило терпения но показалось что 7 это динон еще понравилось 12 7 это маранс 8005 шикарная правда и еще понравилось 12 это вам понравилось fx аудио 502 из про хороший вариант тоже то есть ребята еще раз момент эти видео они вам просто дают информацию они не говорят что идите купите что-то то или другое я просто даю информацию и вам что-то понравится можете делать что угодно меня это вообще никак не волнует не касается абсолютно и моя цель просто рассказать какие-то интересные факты какие-то интересные модели вам показать что я и делаю вот и поэтому взамен этого я конечно рад когда мне говорят спасибо или жмут кнопочку спасибо и что-то хорошее пишут да ну в общем для чего это и делается итак дальше едем саша верщагин 10 звучит очень хорошо это маранс pm8001 кстати многие очень отметили что им понравилось как звучит лично мне больше понравилось вот из этих маранцев 3 5 модель конечно ну так он неплохой у меня i amd 200 меня устраивает у меня был i amd на самом деле это сокращенно я люблю там это цифру переводится вот это название у меня он был но он это мутноватенький мне не очень понравился он такой какой то уж совсем глуховатенький вот он вроде ровненький но нет 502 это вообще другая песня другой уровень подробнее про 200 ямд я на сайте хайфай-аудио.ру делал статью можно почитать все мои впечатления все эмоции все там есть здесь сравнить сложно я ставлю на 3 номер x 502 да да это 502 правильно сид виши 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 пишет вадим власов пишет подборка треков далеко не идеально учитывая что я в основном слушаю джаз вадим я вообще не подбирал треки просто я взял какие то диски и ну их включил то есть я специально ничего не подбирал если бы я не сиди проигрывали включалась через цап то конечно я мог бы более интересно какие то композиции выбрать но дело в том что мой сиди проигрыватель превосходит качеством цап поэтому я не хотел ограничивать систему поэтому вот так вот получился такой выбор могу абсолютно четко сказать что треки 5 8 13 для моего восприятия просто неприемлемо 5 8 13 5 это 1500 и денон 8 это маранс 8005 и 13 это 502 fx 502 s pro то есть забраковали вообще все что есть я бы выкинул систему с таким звучанием думаю что именно эти треки 5 8 и 13 это 502 но как видите вообще нет вы тут только в 13 композиции в 502 и в одном случае из 3 попали что касается треков 8 12 8 самый отстой это маранс 8005 а треки 9 12 мне понравились с 9 по 12 да это динон пм а 1500 это маранс 8001 это маранс 8003 и это fx audio fx 502 s pro то есть на самом деле вам понравилась какая то музыка а какая то не понравилась а вот и исходя из этого вы уже начали как бы выбирать что больше понравилось что не больше понравилось то есть как видите это не выбор между аппаратами потому что вы одни аппараты и забраковали потом опять же их похвалили ну как и большинство кстати 1 9 502 но игорь зенченко пишет ну нет 1 и 9 это динон пм а 1500 аэ шикарнейший аппарат у прям вот очень круто и вот для большинства любителей хай-фай в принципе вот это то что уже такой середняк а уже утром лучше которого может и не захотеться в принципе за пикник особое спасибо тконли 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 да нету за что классная группа разница на металле очень заметно 16 намного лучше чем 15 совершенно верно да ну 16 это fx audio fx 502 s pro там вот класс d прямо оторвался как и положено ему и все очень здорово отыграл ну еще вот возмущается что супер тракте такие дешевые аппараты тестирует какая-то глупость а ничего не щелкает что если звук один и тот же что даже отличить не могут что наверное просто у аппарата даже такого маленького бывает иногда чудеса может вот в этом дело но я хочу сказать что он не идеален да у него не хватает слитности у 502 да у него не хватает тела то есть у него есть минусы но когда он столько стоит то я вообще это говорить просто его может положить что если вдруг что-то с усилителем случилось чтобы не скучать пока его нет и слушать прекрасно это время пережить так и и и и десятое это fx audio роман ефимов пишет нет это маранс pm8001 а роман пыльнов пишет а первый это динон да роман правильно отгадали почему-то говоря отгадали потому что второй он считает что это маранс ну второй мы уже знаем это fx audio fx третий он считает динон нет это маранс fx 502s pro четвертый он считает fx нет это динон pma 1500 аэ в общем почти все пальцем в небо так sweet dream store пишет что первый это 8001 но нет неправильно это динон 1500 аэ второй он считает что это fx 502s pro совершенно верно третий он считает что динон нет это опять fx 502s pro а четвертый он считает что 8 3 8003 маранс четвертый это 1500 аэ нет то есть не отгадали кроме fx не отгадали ничего так все игра в fx 502s pro считает Денис Богатырев и засмеялся ну нет я не настолько уж жестокий то в этом плане нет конечно 502 у нас ребята играл второе третья композиция шестую двенадцатая тринадцатая и шестнадцатая но друзья мы я с вами не прощаюсь вроде бы я прочитал все комментарии их больше двухсот но там еще обсуждение как бы а именно вот вопросов которые были заданы я на все вопросы ответил в общем то переходим к следующей части где я расскажу про каждую композицию и какое различие было между ними в чем отличалось какой аппарат играл какие нюансы были и так далее там где была какая-то там сухость где слюнки были где там что где икра просто ложками была в общем друзья до новых встреч поддерживаем канал нажимаем кнопку спасибо всем спасибо за внимание до馀 не не а а не в в faces Продолжение следует...